Здравствуйте уважаемые друзья. Федерация фигурного катания России удивила новыми решениями по Камиле Валиевой. Об этом в нашем обзоре. Министерство спорта России по неизвестной причине не стало включать одну из резервисток в основной состав национальной команды по фигурному катанию, на место получившей дисквалификацию Камилы Валиевой. Напомним 7 марта стало известно, что фигуристка исключена из сборной России. При этом Министерство спорта России могло включить в основной состав резервистов вместо Валиевой. Стоит отметить, что помимо престижного статуса, члены сборной России получают заработную плату. Изменения относительно включения кого-либо вместо Камилы Валиевой не было, заявил источник издания. Российское антидопинговое агентство Русада за январь и февраль 2024 года протестировало 36 фигуристов, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы агентства. Среди фигуристов которых протестировали на допинг присутствуют все основные действующие фигуристки, включая Анну Щербакову. Камилы Валиевой в числе 36 фигуристов сдавших тесты на допинг нет. Фигуристки Камилы Валиевой перестали выплачивать президентскую стипендию. В соответствии с приказом Минспорта России от 7 марта 2024 года, стипендия президента России выплачивается спортсменам Никите Кацалапову, олимпийскому чемпиону в командных соревнованиях Олимпийских игр 2014 года в Сочи, Анастасии Мишиной, Александру Галямову и Марку Кондратюку, бронзовым призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Камила Валиева в связи с дисквалификацией исключена из списка кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации по фигурному катанию на коньках. Выплата стипендии президента России ей прекращена. Бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине Виктория Синицына в связи с перерывом в спортивной карьере не включена в список кандидатов в спортивную сборную команду России по фигурному катанию. В связи с этим выплата стипендии президента России ей прекращена, сообщили в пресс-службе Минспорта. Размер президентской стипендии для олимпийских чемпионов составляет 52 тысячи рублей, серебряных призеров 39 тысяч, бронзовых 30 тысяч. Что вы думаете по поводу новых решений по Камиле Валиевой? Поделитесь вашими мнениями в комментариях.